Вы смотрите масс-медиа Камчатка. Сегодня в выпуске. Расследование уголовного дела повара одного из кафе посёлка Сокач завершили на полуострове. Дорогу к строящемуся аэропорту на Камчатке планируют сдать в конце этого месяца. Система резервной записи к врачам запущена в поликлинике номер 3 в Петропавловске. Подробности далее. Расследование уголовного дела. 41-летнего повара одного из кафе Елизовского посёлка Сокач завершили на Камчатке. Мужчина обвиняют в покушении на убийство. По данным следствия, 15 августа 2023 года в помещении кафе посёлка Сокач Елизовского района между управляющим заведением, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудницей указанного заведения произошёл конфликт. В целе убийства мужчина взял три ножа, которые спрятал в одежде и продолжил высказывать претензии женщине. Затем обвиняемый силой нанёс множественные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшей. При этом применять ножи он не стал, так как решил продолжить её убийство путём нанесения ударов. Однако довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку его действия были пресечены иными лицами. Следствием собрано достаточно доказательств. Уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинения и последующего направления в суд. Дорогу к строящемуся аэропорту на Камчатке планируют сдать в конце этого месяца. Текущая готовность объекта – 98%. Дорожникам осталось установить недостающие знаки и барьерное ограждение. Губернатор Владимир Солодов побывал на объекте. Он отметил, что эта дорога крайне важна, так как ведёт к строящимся главным воздушным воротам полуострова. Необходимо, чтобы в проект был заложен заезд к памятнику «Здесь начинается Россия», на фоне которого фотографируются все, кто прилетает в регион. Добавим, строить дорогу начали в 2021 году. Общая протяжённость участка чуть более трёх километров. Там оборудовано четыре пешеходных перехода, установлены два автобусных павильона и светофор. Также обустроена пешеходная дорожка. Если не получится записаться на определённое время, можно будет встать в лист ожидания. Система резервной записи к врачам запущена в поликлинике номер 3 в Петропавловске. Губернатор полуострова Владимир Солодов сообщил, что лично протестировал это нововведение. Неплохо показывает себя система отложенной записи или, так скажем, резервной записи. Сейчас, если все окна для записи заняты, то можно оставить заявку в лист ожидания, и первое же освободившееся окно приёма у врача будет передано вам в этом случае. Такая система уже работает в течение некоторого времени в третьей поликлинике, в частности, и позволяет существенно сократить очередь и повысить удобство для пациентов. Будем её продолжать тоже и расширять эту практику. Глава региона добавил, что Министерство здравоохранения полуострова продолжит работы по повышению качества предоставления медицинских услуг и улучшению показателей доступности медпомощи. Одна из пациенток мне рассказала, что запись к лору, к сожалению, месяц занимает. Обсудили сразу с главврачом. Связано это с отпусками. Мы уже распределяем их в течение года и не в один период летом, а чтобы была возможность подмены. Но всё равно отпуск длительный с выездом на материк создаёт сложности, и подменные врачи-совместители, к сожалению, не могут тот же объём записи обеспечить, что и штатный сотрудник. Сейчас на Камчатке ведётся активная работа по укомплектовыванию учреждений здравоохранения медицинскими кадрами. Работа по привлечению специалистов проводится в рамках регионального проекта обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами нацпроекта здравоохранения. Научиться основам серфинга у камчатских спортсменов, а также узнать, почему Камчатка – одно из лучших мест для занятий этим видом спорта, смогли посетители международной выставки «Форума России», которая проходит в Москве. В день Камчатского края основатель первой в стране школы серфинга на Камчатке Антон Морозов провёл для всех желающих мастер-класс, а также рассказал про особенности волн в регионе. Мы видим, что и поток туристов, кто в первый раз встаёт на доску на Камчатке, растёт. Год от года лагеря прибрежные прирастают. И надеемся, что так и будет продолжаться в дальнейшем, поскольку на Камчатке попробовать себя в серфинге может практически любой новичок. Для этого созданы все условия, развивается туристическая инфраструктура. Сейчас у нас работает федерация серфинга. Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание развитию спорта в стране и в том числе на полуострове. Так неоднократно на территории региона проходил чемпионат России по серфингу. Кроме того, большим толчком к развитию этого вида спорта в регионе стало открытие первой в стране государственной детской школы, где занимаются будущие профессионалы. Мы побывали на Халтесском пляже, как и многие горожане, и увидели серферов, катающихся на досках. Соответственно, Маше было очень интересно, она решила попробовать себя в этом виде спорта. Успехи достаточно такие серьёзные, потому что поначалу были сложности определённые, но со всем справились, она уже участвовала в соревнованиях. Моё личное мнение, спорту уделяется вообще большое внимание и со стороны всех органов власти, правительства, губернатора, президента, тому, скажем так, спорт на особом счету. То есть очень много внимания уделяется спорту, появляется много спортивных объектов, крупных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов, секций отдельных ледовых дворцов. У нас их два фактически в регионе, но тем не менее, всё равно они появляются. Появляются новые инфраструктурные какие-то объекты непосредственно на горнолыжных склонах, ещё на лыжных склонах. То есть везде, в принципе, это очевидно, спорт развивается. Добавим, президент Владимир Путин поручил провести международную выставку «Форум Россия в Москве» на территории ВДНХ. Мероприятие продлится до 12 апреля следующего года. Сейчас в зоне специальной военной операции находятся наши ребята из 40-й бригады морской пехоты. Ежедневно своим трудом, силой, храбростью, отвагой они приближают победу. Свой долг на линии фронта выполняют и медики, среди которых бывшие студенты Камчатского медицинского колледжа. Преподаватели гордятся своими учениками, а нынешние студенты пишут на фронт письма и собирают подарки для пациентов военного госпиталя. Всех этих людей объединяет одна общая цель – приблизить долгожданную победу. Среди наших выпускников, я лично была куратором, на группе 163, есть один студент, который после окончания колледжа ушел в зону СВО. Он там работал медиком. Конечно, подробности он нам не рассказывал, как, что там происходило. Но мы знаем, что наш выпускник стал героем России. Он выносил на себе ребят с поля боя. Могу сказать одно, что и я лично, и все наше учреждение, мы гордимся, что у нас есть такой парень, которого мы воспитали правильно. Есть у меня такой студент, который учился у меня, сейчас он на СВО, и поддерживаем с ним связь. Он периодически выходит, когда есть возможность, когда он транспортирует трехсотых раненых, и иногда у него возможность появляется передать весточку. Работа сложная. То, что он сейчас выполняет, оказывает помощь, ну, как врач. То есть помогает, находит раненых, выводит их на линию, где нет огня, передает дальше медицинским службам. То есть работа такая очень опасная, конечно, и ответственная. Очень нужна поддержка, и они ждут, и им приятно, когда о них помнишь, передаешь весточку, спрашиваешь, как дела, стараешься, причем, такую тоже информацию сообщать, ну, чтобы немножечко их, как бы, и к мирной жизни повернуть. Дети у нас в колледже молодцы. У некоторых отцы там находятся, у некоторых находятся избранники, назовем это так. Дети у нас писали письма, причем я был очень сильно удивлен, когда дети, не чёркая, не задумываясь, писали сразу письма, которые мы потом складывали в треугольнички, у нас многие преподаватели это делают, и отправляли потом бойцам на фронт. Так как я когда-то принимал участие тоже в восстановлении конституционного строя в Чеченской республике, поэтому я очень прекрасно понимаю, как вот такое вот письмецо, ну, поддерживает человека, помогает человеку. И вот то, что даже центральная телевидение у нас показывает, многие мужчины хранят вот такие вот детские письма, это является как для них, как талисманом. Есть у нас такие студенты, которые служат в СВО, и с одним из студентов мы поддерживаем отношения, я ему всё время передаю приветы, благодаря его жене, которая тоже выпускница нашего колледжа. Нужно их обязательно поддерживать, даже вот где-то даже мои приветы через его жену, да, я думаю, что ему это очень приятно, и он понимает, что о нём помнит его любимый преподаватель. Преподаватели и студенты медколледжа передают нашим бойцам самые тёплые слова поддержки и верят в их скорейшее возвращение домой с победой. Во второй части выпуска МАЗ «Медиа Камчатка» смотрите. Более 41 тысячи отработанных автопокрышек приняли на полуострове этой осенью. Для жён военнослужащих конференция «Тихоокеанская звезда» прошла на Камчатке. Торжественные мероприятия, приуроченные к Дню морской пехоты, организовали в регионе. Подробности далее. Более 41 тысячи отработанных автопокрышек общим весом почти 455 тысяч килограммов приняли на Камчатке этой осенью. На полуострове завершилась акция по приёму резины. На территории Петербурга-Камчатского городского округа было сдано 31,5 тысячи автомобильных покрышек и на территории Ельцовского района порядка 10 тысяч. Мы от имени Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края благодарим всех участников этой акции за активность, за неравнодушие, за стремление внести свой вклад в сбережение благоприятной экологической обстановки. И напоминаем, что эта акция является, как уже ранее было сказано, ежегодной. Она проводится в весенний-летний период и в осенний период. За сдачу одной покрышки можно было получить 50 рублей и 50 камбалов. Добавим, в рамках весенне-летней акции приняли 42,5 тысячи штук отработанной авторезины, которую потом переработали в сырье для изготовления полимерно-песчаных изделий. Для жен военнослужащих конференция «Тихоокеанская звезда» прошла на Камчатке. Торжественное открытие состоялось в субботу 18 ноября. Со словами приветствия и поддержки выступил председатель правительства края Евгений Чекин. «Являетесь вдохновителями, поддержкой, уверенностью ваших мужей, сыновей, тех, кто служит, тот, кто сейчас защищает интересы нашей Родины. Но я хотел бы обратить внимание, что на самом деле вы такой же уверенностью, вдохновением являетесь друг для друга. И поэтому эта конференция пришла сюда, на Камчатку. И это прекрасная как раз возможность вам всем объединиться, объединиться всем вместе, объединиться по отдельным интересам». Конференция прошла в рамках первого социального проекта в России «Звезда Севера» по самореализации жен военнослужащих. Проект помогает женщинам построить карьеру, вести собственный бизнес, найти единомышленников. В конференции приняли участие 12 приглашенных спикеров из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Камчатки. Они поделились знаниями в области психологии, эмоционального интеллекта, женского и детского здоровья, а также образования детей, построения собственного бизнеса, модного гардероба. «Четыре года назад мы первые обратили внимание на возможности самореализации женщин в закрытых маленьких городах. Действительно, иногда, объективно найти работу по специальности, найти возможные пути для самореализации очень сложно. И наша программа, тоже за четыре года работы, дает действенные результаты. Наши девушки за один день конференции, вдохновляясь, идут учиться. Они узнают новые направления, они находят хобби и новых друзей по интересам. Они узнают о преференциях государства, которые существуют. Они, объединяясь, становятся сильнее, получают новые возможности». Отметим, что в этом году конференция впервые вышла за пределы Мурманской области, тем самым объединила четыре флота России. Так, в апреле Черноморская звезда прошла в Севастополе, в сентябре Балтийская звезда состоялась в Калининграде. Автопробег, массовый заплыв и спуск венка на воду. Торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня морской пехоты, прошли на Камчатке. Сначала военнослужащие 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской дважды краснознамённой бригады морской пехоты восложили кирлянду славы к памятнику воинам Советской армии, освободителям Курильских островов. Затем на площади Ленина в краевой столице собрались участники автопробега, которые украсили свои машины символикой морской пехоты. Уже на протяжении двух последних недель у нас идёт ряд мероприятий, посвящённый именно Дню морской пехоты. А вот сегодня именно пробег будет посвящён всем погибшим морским пехотистам, которые участвуют в военных морских операциях по высадке десанта. Организованная автоколонна отправилась до бухты Малая лагерная, где передали венок на корабль. Потому что именно с Малой лагерной, когда-то в 1945 году была подготовка и отход кораблей для осуществления морской десантной операции на острове Шумшуй. По прибытии на пляж бухты участников ждал горячий чай и солдатская каша. Затем на Малой лагерной состоялся массовый заплыв с государственным флагом страны и флагом морской пехоты России. Непогода не смогла остановить камчатских моржей. Будем осуществлять заплыв, посвященный Дню морской пехоты. Строковой бригаде посвящаем нашим ребятам, доблестным героям, защитникам Отечества, которые сейчас выполняют боевую задачу на СФО. Мы будем плыть флагами, тем самым проявляя свое почитание героям нашей Великой России, военно-морскому флоту и армии, нашему президенту. В это же время на выходе из Авачинской бухты провели ритуал спуска на воду венка в память о погибших воинах морских пехотинцах. День морской пехоты, отмечаемый ежегодно 27 ноября, является профессиональным праздником всех военнослужащих страны, проходящих службу в морской пехоте. Праздник был учрежден в 1996 году. Современная морская пехота – это род войск ВМФ, специально подготовленный для ведения боевых действий в составе морских десантов, для обороны важных участков побережья военно-морских баз. Входят в состав всех флотов России. Девиз морских пехотинцев – «Там, где мы, там победа». Будь первым. В Ключах 16 ноября около ста школьников встретились на районном съезде в рамках движения первых. Российское движение детей и молодежи создано для воспитания, организации досуга детей и подростков, а также формирование у них мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Ключевыми целями тематического дня стало общение с обменом опыта, знакомство с направлениями движения, сплочение всех участников из пяти первичных отделений Усть-Камчатского района, а также привлечение новых людей в объединение. Специально приглашенными гостями масштабного мероприятия стали председатель и заместитель председателя регионального отделения «Движение первых». Для ребенка «Движение первых» — это в первую очередь возможность найти себя, найти себя, попробовать себя в чем-то новом. В Усть-Камчатском муниципальном районе мы впервые с коллегой. Нам очень понравилось. Здесь очень красивая природа, очень вовлеченные дети и педагоги в деятельность движения. Вот в рамках мероприятия как раз ребята делились своим опытом, рассказывали про то, какая деятельность у них в первичных отделениях. Такие мероприятия — это, конечно, возможность для первичных отделений сверить часы, обменяться опытом, какими-то актуальными наработками. Традиционно участники каждого первичного отделения представили свои визитные карточки и рассказали, чем же они занимаются командами в своих поселениях. Участие в спортивных и культурных мероприятиях, волонтерская деятельность, разработка различных проектов. Кроме того, для юных участников были организованы игры на знакомство и активности на сплочение командообразования. Обычно у нас активные дети, они всегда и везде. А те, кто менее активные, они, как правило, сторонки остаются. А тут мы как бы встягиваем всех в свое движение и все вместе прокачиваем какие-то одни идеи. На самом деле было весело. Я познакомился с многими ребятами. Они на самом деле классные, у них разные у всех интересы, направленности. Не менее интересной частью мероприятия стала классная встреча с главой из Камчатского района Олегом Бондаренко. А специальным гостем встречи стал участник специальной военной операции и житель Козыревска Василий Мышлецов. После рассказа о том, как Василий оказался в зоне СВО, герой с удовольствием ответил на все интересующие вопросы ребят. Мне больше всего понравился тот момент, когда глава рассказывал про подвиги Василия. Это вот прям впало в душу. Очень понравилось. Это было очень трогательно. Завершился тематический день квартирникам, где юные участники проявили себя с творческой стороны и представили свои музыкальные номера, а также награждением участников движения первых Усть-Камчатского района. Показывали свои таланты. Кто-то пел, кто-то танцевал. Мы танцевали три танца. Было изначально очень волнительно. Правда, очень боялась. Но потом хорошо. Услышала, как ребята поддерживали. Это очень вдохновило. И хотелось еще, еще, еще. Это первое мероприятие такого масштаба, проводимое в Усть-Камчатском районе в рамках движения первых и организованное на высоком уровне. Но кураторы и сами участники не собираются останавливаться на достигнутом. Впереди много планов, задумок и идей, которые предстоит реализовать. Свои знания по географии проверили жители Камчатки. На полуострове организовали 98 площадок, где можно было написать географический диктант. Краевая научная библиотека имени Крашенинникова стала одной из них. На написание диктанта в библиотеке зарегистрировались около 50 человек. Это люди разных возрастов. От школьников до пенсионеров. Важно знать географию, потому что она всегда пригодится, я думаю, в жизни. Потому что если ты знаешь географию, ты уже будешь знать, куда ты, допустим, летишь. Куда ты в следующем полетишь, да, будешь выбирать вообще, ну, куда тебе лететь, допустим, в будущем. Куда полетят твои родные, родители там, да. А будешь, ну, в общем, знать карту мира. И, ну, как бы это очень хорошо. Как ни странно, я принимаю участие в этом диктанте впервые. А вдохновил меня мой внук Артур. Вчера я с ним разговаривала по телефону. Он в этом году поступил в университет на острове Русский. И предложил мне, бабуль, давай-ка тоже поучаствуй в географическом диктанте. Знания не бывают лишними. А и историю, и географию нужно знать. Это своего рода и патриотизм, и любовь к родине. Ну, и мы, старшее особенно поколение, много путешествуем. У нас уже за плечами много экскурсий, много лекций, много книг. Поэтому все это нужно передать следующему поколению. Для этого себя сейчас проверим. Я каждый год принимаю. Мне просто самому интересно оценить свои знания относительно вообще других людей. Ну, и просто очень интересные, вопросы интересные. Все это какие-то неожиданные такие возникают. И каждый год узнаю что-то новое. Для того, чтобы куда-то ехать, нужно знать эту территорию, знать этот район. Поэтому нужно изучать географию. Это просто необходимо даже для самого себя, чтобы уже повышать свой интеллектуальный уровень. Участие в акции «Географический диктант» принял и депутат Краевого Заксобрания Владимир Агеев. Это просветительская акция. Она призвана для того, чтобы мы знали лучше географию своей страны, понимали действительно ее огромность, ее величие. Вот можно сказать, что когда мы пишем диктант, мы узнаем очень много интересных каких-то фактов и о природных памятниках, о климате, о различных наших субъектах Российской Федерации. Диктант будут писать не только у нас в России, но и в ближнем, и дальнем зарубежье. И это, конечно, позволит узнать еще больше о России и гордиться нашей великой и могучей страной. Географический диктант состоял из 40 вопросов, разделенных на две части. Первая – это базовый уровень, составленный на основе общеизвестных фактов из географии. Всего 10 вопросов. Второй раздел диктанта состоял из более сложных. Там было 30 вопросов, которые потребовали применить мышление, логику и эрудицию. Главная цель этого мероприятия – это популяризация географии. Если участники наберут 40 баллов по условию географического диктанта, то они связываются с Русским географическим обществом. И, естественно, свидетельство будет вручено об участии. На нашей площадке оно будет вручено онлайн. Международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант» прошла уже в девятый раз. «Мои холсты, мои причуды» – персональная выставка известного камчатского живописца Павла Степанова открылась в Краевом художественном музее. В ретроспективной экспозиции представлены более 150 работ. Произведения живописи и графики были созданы художником в разные годы на Камчатке, в поездках по России и за рубежом. Каждая персональная выставка – это несколько лет труда. И, конечно, хотелось бы, чтобы зритель получил наиболее яркие впечатления. Пусть даже кому-то что-то не понравится, но все равно это эмоции. Они заставляют задумываться, потому что некоторые или многие мои работы, они очень философичны. И, как мне кажется, они должны пододвигать зрителя к каким-то размышлениям. Среди работ представлены и плакаты рубежа 80-90-х годов на политические, социальные и экологические темы, с помощью которых автор стремился отразить сложное время периода перестройки. Выставка интересна уже тем, что она заявляет о себе как камертон времени, как камертон эпохи. На этой выставке как раз представлены и раннее творчество, и тем, чем он занимается сейчас. Выставка будет открыта до 17 декабря. Продолжение следует...